Деда Мороза Крысиный король подготовил резиденцию, продумывая все до мелочей. Гирлянды, снежинки, новогодняя мишура, волшебный шар для хранения заветных желаний и красавица-елка. Создавался он еще в теплое время года, еще летом, даже, наверное, конец весны. Мы сначала придумали идею, концепцию всего этого праздника, что это будет. И мы сошлись на том, что этот утренник будет представлять собой резиденцию Деда Мороза. То есть на период новогодних праздников Дед Мороз приезжает в Донецкий театр кукол и открывает здесь свою официальную резиденцию. И на весь этот большой период праздников он располагается в нашем уютном театре, приглашает сюда своих знакомых волшебных персонажей. И они ему помогают облагораживать, все это украшать наше хайе. И, конечно же, непосредственно сам праздник они вот тоже вместе с Дедушкой Морозом здесь проводят. И после того, как у нас уже родилась такая идея, мы определились с конкретным количеством персонажей, которые могли бы донести мысль, которую мы вкладываем в это представление. И уже в течение двух-трех этапов с некоторыми переработками к началу осени мы написали сценарий и в конце осени приступили к репетициям. Пока Дед Мороз в пути, его верные помощницы Снегурочка и кукла Лол, единорожка заботятся о том, чтобы развлечь гостей. И даже коварная Малефисента не может испортить веселье. Тем более, что Оптимус Прайм готов прийти им на помощь. Как насчет дождя? Дождь – это очень плохая идея. Я могу зажалить. Мы пытаемся в наши утренники сейчас брать только новых современных персонажей, которые очень знакомы и близки по духу детям. Мы пытаемся таким образом привлечь внимание. В этом году у нас будет куколка Лол, которая очень нравится всем девчонкам, которые все их коллекционируют. Конечно же, для мальчишек это будет Оптимус Прайм, которому все сейчас пытаются подражать. И, конечно же, у нас будет один маленький сюрприз в виде, ну, не злой, конечно же, но я думаю, это смогут узнать уже в процессе наших утренников ребята, Малефисента. Вот так мы решили соединить наших героев. В День Святого Николая деятель годных категорий Калининского района города Донецка посетили развлекательную программу, которая проходила в Театре кукол. Замечательное представление, самое главное, сладкие подарки, я уверен, они с нетерпением ждут. Хотел пожелать всем калининцам, всем дончанам и жителям Донецкой Народной Республики в этот светлый праздник мира, семейного тепла, взаимопонимания, ну и, конечно же, новогоднего настроения. А может нам зажечь огонечки на нашей елочке, только волшебные слова воды? Ну, говорите, что дружно и все вместе, громко-дружно. Конечно. Раз, два, три, тетушка, гори! Ура! В этот утренник мы вкладывали такую идею, что нужно верить в чудеса, нужно, конечно же, загадывать желания, но самое главное – это что-то для осуществления этих желаний делать. Пусть даже какие-то маленькие усилия, но когда действия производятся сообща, когда это какой-то коллективный труд, тогда желание с большей вероятностью, конечно же, исполнится. И наши персонажи нашего утренника вот хотят донести эту мысль до наших маленьких зрителей. Мы пытаемся не только создать утренник, который будет веселить ребят, а, конечно же, чтобы он был и поучительный. Мы всегда боремся как добро против зла, и все наши персонажи, которые могут прилететь из другой планеты, они могут что-то привнести нам, простым людям, сказочным персонажам, и также мы можем отправить им в космос свою энергетику. Дед Мороз и Снегурочка, Свинка Пепе, Лоу, который образ, они все несут светлое, ясное, доброе, чтобы детки были хорошими и ясными, и видели сказку в хорошем тоне. Все ребята активно принимали участие в сказочном спектакле, после чего получили призы и сладкие подарки.